Всем доброго времени суток и всех с наступившим в 2024 годах. Сегодня 2 января. У нас не солнечная погода, но она очень мягкая, теплая. Хотя вчера лил дождь, сегодня тоже обещали дождь, но он был ночью и рано утром, а днём не было. Уже немного после обеда. Мы отобедали и пошли за баночкой здоровья. Тогда, когда уже проболели и выздоровели, мы наконец-то пошли. Ну, потому что как раз в тот день, когда мы хотели за ней идти, в общем, я и разболелась. Поэтому идём через 2 недели. Но я думаю, что лишним всё равно не будет эта покупка. Впереди ещё целых 2 зимних месяца. Будут и дожди, и сырость. В общем, она в любом случае пригодится. Как отметили Новый год, мы по-семейному. Кемаль с температурой, Альмина с кучей подарков. Радостная и счастливая. Мы с напитками, с салатами, с курантами. Включали ноутбук, первый канал. Ну и, в общем, всё. Было всё то, к чему мы привыкли. Поэтому всё хорошо. 1 числа был выходной. Всё, сегодня, 2 числа, все ушли на работу, в школу. Никаких новогодних каникул. Куда идти, я не помню. Когда вышли из дома, я хотела пойти налево. Но муж сказал, надо идти направо. Мы пошли направо, вот перешли дорогу. И оказались в районе Кибес. И, в общем, будем сейчас искать тот магазин, где мы покупали самую первую баночку. И нам она больше всего понравилась. Прогуляю вас. В общем, практически уже... Мало того, что нашли, да ещё и пришли. Вот там, где зелёная бегущая строка. А вчера-то было 1 января, понедельник. И базар у нас. Нам не сколько нужно было, а сколько прогуляться. И вы знаете, весь базар работа работал. Всё так же кипело, бурлило. Мы были приятно удивлены. Ну и сделали кое-какие покупки. Кооператив, магазин рядом с нами раньше не было. А теперь-то открылась. А так сюда ходили. Год здесь не были. В общем, я погорячилась, когда сказала, что вот где бегущая строка. Идём мы правильно. Я тоже это понимаю, узнаю знакомые места. Но магазина этого нет. Мы уже практически дошли там до большого перекрёстка. В общем, он или закрылся, как это часто в Турции бывает, открывает, закрывается. Понимаете, вот надо верить в знаки. Вот знаком и было, что хотели-хотели купить, в результате заболело. То есть нас уже не пустили в этот магазин. Выздоровели-пошли. И магазина нет. Мы, конечно, можем купить подобную на египетском. Но вот та нам понравилась больше. Эх. Эх-эх-эх. В общем, мы уже дошли до железной дороги, до трамвая. Ну, нету-нету этого магазина. Сейчас пойдём в другой сходе магазин. Посудный и другой дребеденья. Мне нужен новый друшлаг. Потому что за два года я как-то умудрилась свой сломать. Но это, конечно, я не виновата. Это просто друшлаг такой попался. Поэтому сейчас совместим приятное с полезным, раз уж мы забрели сюда, в этот район. Хотя сегодня это точно в наши планы не входило. Мы нашли и спустились. Лара Чарши называется. Но тут чёрт ногу сломит. Просто. Как я не люблю, когда ничего не понятно. Как-то мы, когда раньше приходили, где-то в этой области были разделочные доски. Но сейчас ничего я этого не наблюдаю. Да ещё и друшлаг хочу найти. Ладно. Будем развлекаться. В общем, мы нашли то, что я хочу. Но это в низоне досягаемости. В общем, я достаю только на этой палочке. А ещё надо 60 или 70 сантиметров в высоту. Ой. Нет, это не достать. Я хочу вот такой вот стоячий. Не с ручкой, а вот так, чтобы ставить в раковину друшлаг. Хочу такой. Сейчас будем пытаться. У-ху! Опа! Бывает получше качество. Вот у меня сейчас вот такого же качества друшлаг. И он вот тут порвался у ободка. И поэтому... А там в пакете и не было видно даже, какого качества. Ну, если честно сказать, я боюсь. Ещё надо бы выяснить, сколько это стоит прелесть. Да, нет, цены нет. А тут штрих-код, а вот там вот аппарат. Пойдём к аппарату, подойдём. Вот ещё и зря доставали, понимаете? Чё, муж зря скакал. Ну, вот так вот. Так, где этот пикающая штука? Ну-ка, давай, пикни. Ой! Угу, 60 лир. Ещё это штукенция, 60 лир стоит. 60 лир стоит. Ну, не очень мне, конечно, за качество. Вот отсюда у меня порвался. Я бы, возможно, вот какого-нибудь вот такого хотела. Видите, вот всё литое. Ну, он с длинной ручкой, я такой не хочу. А хочу, чтобы ставить в раковину. Вот так. В общем, бруслака раз нет, то куплю вот такую вот разделочную доску. Силиконовая она, что ли, считается. Хотя не знаю, в каком месте тут силикон. Мне кажется, какая-то пластиковая. Между прочим, 90 лир стоит. Безобразие. Моя досточка страшненькая. И вот давно хочу вот такую вот силиконовую. Пользуетесь такими? Не знаю, насколько они целесообразны. Не порежутся ли ножом. Но очень хочется. Всё. Нашла друшлаг мечты. Вот такой вот ставить в раковину. Прорезиненные тут ручки. Цена вопроса 115. Не сказать, чтобы нравится, но вот так. Есть по 89, но это вот как ситечка. Не хочу. Опять-таки есть тоже чуть подешевле. С пластмассовым ободком. Тоже не хочу. Ну, наверное, вот это. Хотя не очень я, конечно, воодушевлена. Но всё. Из того, что было, я его полюбила. Фух, рассказываю. В общем, всё непросто. Вот там вот магазин... Лара, вот этот вот, черши, где были. А вот здесь рядом магазин Берим. В общем, я говорю, давай ещё дойдём прогуляемся до Берима. И в результате мы все покупки совершили в этом Бериме. Хотя в Ларе столько народу. Я думала, там подешевле. В общем, суть до дела. И друшлаг, ну, я вам показала, купили. И разделочная вот эта вот доска. Ну, вот эта я показывала в Ларе. Так вот, там 90 лир. А здесь 34, представляете? Чек я уже смяла. 34,50. Ну, вот как такое может быть такая рачительная разница? Вот этот магазин Лара Чаршин. Ну, а мы все покупки совершили в магазине Берима. И кисточку силиконовую давно планировала купить. Купила. 8,50 стоит. Ой. В общем, пошли за баночкой здоровья, а купили пакетик пластика и друшлаг. Вот так бывает. Вот так в Турции выглядят овощные магазины. Манав. Написано. Они, разумеется, частные. Ну, то есть можно воспользоваться его услугами тогда, когда нет базара. А вам что-то приспичило купить. Они, конечно, чуть подороже, в отличие от базара. Какая-то пекарня. Ну, мы... Ой. Мы в нашу пекарню зайдем. Тах-така-люя магазин. Покажу, как выглядит сетевой. Продукты более разнообразны, но в то же время чуть подороже. И вещевой ассортимент бывает с выгодными предложениями. В общем, свершилось чудо и какая-то мистика. Когда мы шли в ту сторону, мы не увидели этот магазин, который мы искали. Идем назад, и вот он. Понимаете? В общем, как мы вдвоем его не заметили, не знаю. Ну, вот та самая баночка здоровья. И, между прочим, по прежней цене. В прошлом году мы покупали также по 70 лир. 420 грамм. Но проблема заключается в том, что магазин на месте, а продавца нет. Мироба, пардон. А, никого. В общем... А деньги-то у нас на карточке. Так бы, в общем-то, можно было бы положить и выйти. Денежку. Ну... Или даже он не продавец. В общем, в кафе сидел какой-то мужчина. Что ты хочешь? Напротив кооператива. А мы шли же, засмотрелись на кооператив. Я вам еще толковала про него. Ну, короче говоря. Ладно. Все. Совершили покупку и даже больше, чем планировали. Вот сразу бы встретился он на нашем пути. Мы бы, конечно, не дошли до того хозяйственного магазина. И не совершили бы там покупок. А так мы теперь с брушлаком, с разделочной доской и с баночкой здоровья. Так что все прекрасно и удивительно. Мы шли-шли по дороге. И все. Я хотела найти красивый кадр, где с вами попрощаться. И он не встретился. У нас до сих пор цветут розы. Вернее, они не прекращают свисти никогда. Благодарим, что прогулялись с нами. И до встречи в следующем видео. Оп.